Сегодня Россия направила Голландию ноту протеста. В Москве возмущены фактом задержания и избиения российского дипломата в Гааге. МИД потребовал от Амстердама немедленных объяснений, указав на факт нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. В Нидерландах заявили, что готовы принести извинения, но пока с этим не торопятся. Конфликт угрожает дипломатическим отношениям двух стран. До какой степени все это серьезно, узнаем у московского корреспондента. Артевия Александра Агиенко. Саша, добрый вечер, вам слово. Да, добрый вечер. МИД России дал голландской стране всего несколько часов для подготовки ответа, а именно до шести вечера по московскому времени. Как и объяснили представители внешнеполитического ведомства России, после того, как ответ от Нидерландов будет получен, дипломаты сначала внимательно его изучат, а после расскажут подробности прессе. МИД России выступил с официальным заявлением в связи с избиением сотрудника российского посольства. Я напомню, в ночь на воскресенье советник-посланник посольства России в Нидерландах Дмитрий Бородин был избит голландской полицией в своей квартире в Гааге. Правоохранители пришли к нему в дом, объяснив, что соседи жаловались на плохое обращение с детьми в его квартире. После избили и ночь продержали в полицейском участке. По словам официального представителя МИД России Александра Лукашевича, своими действиями голландские власти грубо нарушили Венскую конвенцию. Мы потребовали от голландской стороны проведения безотлагательного расследования с целью установления лиц, виновных в этом противоправном деянии. Была подчеркнута необходимость того, чтобы голландские власти привлекли к строгой ответственности лиц, уличенных в нападении на нашего дипломата. Принесли официальные извинения российской стороне и семье Бородина. Они компенсировали материальный ущерб, возместили моральный урон. Инцидент, произошедший в Гааге, прокомментировал сегодня и уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Он заявил, что все произошедшее, в том числе обвинение в жестоком обращении с детьми, требует тщательного расследования. Если Бородин действительно виновен, то он должен понести наказание, но на территории Российской Федерации. Но вместо справедливого правового разбирательства произошел дипломатический скандал с грубейшим нарушением базовых международных соглашений, утверждает Астахов. Ряд российских экспертов в связи с инцидентом в Гааге вспомнили о том, что голландский ледокол Arctic Sunrise, на котором активисты Greenpeace добирались до платформы Приразломная в Печорском море, уже почти месяц находятся под арестом. И МИД Голландии тогда инициировал международное разбирательство против России с целью освободить корабль. Возможно, эти события как-то связаны между собой, говорят эксперты, но это только предположение. Что касается реакции Нидерландов на происходящее, сегодня в интервью российским информагентствам представитель МИД Голландии Тейс Вансон заявил о том, что Нидерланды готовы извиниться, если в ходе расследования, которое уже началось, будет выявлено, что действительно Венская конвенция была нарушена. На этот счет уже высказался глава комитета по международным делам Российской Госдумы Александр Пушков. В своем микроблоге в Твиттере он заявил о том, что полиция сама арестовала Бородина и сама же проводит сейчас расследование. Пушков назвал все происходящее Гаагским театром абсурда. Саша, благодарю. Это была корреспондент РТВ в Москве Александра Огиенко.